Начинаем второе занятие курса «Цифровые компетенции библиотечного специалиста», посвященное онлайн-сервисам в помощь выставочной деятельности. И сегодня темой нашего разговора станут ленты времени и анимированный контент. Лента времени или таймлайн – это временная шкала, на которую в хронологической последовательности наносятся события. Чаще всего она представляет собой горизонтальную линию с разметкой по датам и указанием, что происходило в то или иное время. Это интересный способ подачи материала. Он особенно удобен, когда нужно обратить внимание на последовательность событий и их взаимосвязь. Несмотря на то, что хронология ассоциируется в первую очередь с последовательностью исторических событий, применять такой виртуальный продукт можно в самых различных целях. Современные сервисы для создания таймлайнов позволяют не только выстраивать хронологическую цепочку событий, но и наращивать на нее различного рода контент – от изображений, аудио и видео до интерактивных элементов. Некоторые сервисы, например, позволяют создавать ленту времени, которая не будет ассоциироваться с датированной шкалой, а будет представлять собой лонгрид или даже лендинг. В подобных сервисах даже не обязательно привязывать выставку к какой-либо хронологии событий. Достаточно иметь любое основание для классификации представленного материала и разбить информацию на блоке в соответствии с ним без привязки к конкретным датам. Как раз к такому сервису относится SUTORI. Несмотря на то, что он имеет англоязычный интерфейс, тем не менее работать с ним очень легко. Все новые элементы добавляются при помощи нажатия на знак «плюс», после чего в выпавшем меню можно выбрать, какой именно элемент мы хотим добавить – текст, картинку, аудио или видео, или же какой-то интерактивный элемент в виде игры. Текст редактируется при помощи простенького редактора, похожего на Word. Видео можно загружать с компьютера, или если вы используете ролик сервиса YouTube, можно просто вставить ссылку на него в соответствующее поле. Блоки ленты времени не привязаны к тому месту, куда вы их вставили. Их можно перемещать, меняя логику расположения материала или добиваясь более эстетичного вида. Публикуется готовая работа через ссылку на просмотр или код для вставки на сайт. Обратите внимание, что не все сайты поддерживают коды для вставки, поэтому заранее уточните этот момент. Готовая лента времени действительно может напоминать собой лонгрид или лендинг, особенно если представленная в ней информация будет сопровождаться ссылками на дополнительный материал. К сожалению, бесплатный период пользования ресурсом составляет 14 дней, после чего доступный функционал для создания лент ограничивается. Но дополнительные бесплатные периоды можно заработать, приглашая поработать с ресурсом друзей. Для этого нужно выслать им приглашение на электронную почту. Причем вашим друзьям можно даже не заходить в ресурс, засчитывается сам факт отправки приглашения. У Сутори есть наш отечественный конкурент. Это российский проект универсального конструктора интерактивного контента Интеректи, который помимо лент времени предлагает и другие виды онлайн-продуктов. Причем их можно как создавать самим с нуля, так и воспользоваться готовыми шаблонами. Сервис позиционирует себя как помощник для маркетологов, но, как мы уже знаем из предыдущего занятия, нет такого сервиса, который библиотека не могла бы применить для своих нужд. Для таймлайнов предлагается всего 4 шаблона, поэтому удобнее создавать свой продукт с нуля. Интерфейс достаточно удобный, интуитивно понятный. Кнопки для добавления элементов находятся в центральной части рабочего поля, а все дополнительные параметры отображаются на панели справа. Для текста – сверху. Чтобы вставить изображение в текстовые блоки, его не обязательно скачивать на компьютер. Если оно находится где-то в интернете, достаточно кликнуть по нему правой клавишей и выбрать «Копировать изображение». После этого переходим в сервис и также, кликнув правой клавишей, выбираем «Вставить». Но стоит помнить о том, что при таком способе картинка вставляется в своем оригинальном размере, и отформатировать ее будет уже нельзя. Видео, к сожалению, можно добавлять только с YouTube, причем не просто с ссылкой, а при помощи кода для вставки. Его можно получить, нажав на соответствующую кнопку на плеере YouTube. При создании блоков ленты не потребуется указание дат, вместо них может быть любая заголовочная информация. При этом можно каждый информационный блок окрасить в свой цвет или выбрать одно цветовое оформление для блоков схожего типа, чтобы информация лучше усваивалась и было проще ориентироваться в ленте. Сделать свой продукт окончательно похожим на небольшой сайт можно при помощи добавления кнопок, ведущих на сторонние сайты с полезной информацией и на интернет-страницы, связанные с вашей библиотекой – сайт, соцсети и т.д. Если же вы хотите сделать ленту времени, которая представляла бы собой именно хронологическую шкалу, то лучше воспользоваться бесплатным российским сервисом Удоба. Его отличает простота оформления и высокая функциональность. В Удобе можно создавать виртуальные продукты, абсолютно ничего не скачивая на компьютер. Изображения и видео для публикации должны быть опубликованы в интернете, хотя бы в соцсетях. Интерфейс достаточно простой и понятный. Все необходимые элементы вашей будущей работы вставляются в соответствующие поля. Сервис позволяет создавать только классические ленты времени с привязками к датам, поэтому нужно очень внимательно следить за форматом их ввода. Сначала год, потом месяц, потом день. Также в Удобе реализован формат даты до нашей эры, в то время как в большинстве других сервисов отчет начинается с нуля, и отображение на такой ленте событий, происходящих до нашей эры, кажется некорректным. Удобо уступает рассмотренным выше сервисам по зрелищности итогового продукта, поскольку позволяет загружать в ленту только одну единственную обложку, которая будет применяться ко всем событиям ленты, и в описании каждого события можно вставить только один медиаэлемент – картинку, звук или видео. Но зато здесь можно вставить кредиты, чтобы указать авторство. Для тех, кто не имеет достаточного навыка в оформлении виртуальных продуктов или не может тратить на их создание слишком много времени, существует сервис Timeline.js. Для работы с ним нужен только активный Google аккаунт и умение работать с Google документами. Для того, чтобы создать ленту времени, необходимо получить шаблон Google таблицы и заполнить его самостоятельно. Все графы в ней будут уже заполнены примерными сведениями, которые нужно будет заменить на свои. Таблица на английском языке, но ее можно перевести с помощью онлайн-переводчика. Каждая строка в таблице – это новый временной период на вашем таймлайне. Каждый столбец – определенная информация, которую вы хотите, чтобы видели пользователи. Здесь также можно вставлять тексты, картинки и медиа при помощи прямых ссылок или кодов для вставки. Если в информационном блоке не предусмотрен какой-то материал, заложенный в таблице, просто оставляете эту ячейку пустой. После этого необходимо открыть публичный доступ к странице и скопировать ее адрес в соответствующее поле на сайте ресурса. На основе загруженной вами таблицы сервис сгенерирует готовую ленту времени и выдаст все необходимые данные для ее публикации. Наиболее распространенной формой виртуальной книжной выставки была и остается презентация. Библиотекари уже в совершенстве овладели не только PowerPoint, но и другими сервисами для их создания. Однако нет предела совершенству. В современном мире главной проблемой создания виртуальных продуктов является привлечение и главное удержание внимания пользователя. Обычные презентации со статичными слайдами уже не обладают такой привлекательностью, как буквально еще несколько лет назад. Наибольшую популярность в последние годы получает видеоконтент, но для его создания требуются не только специальные навыки, но еще и дорогостоящие программные обеспечения. В качестве альтернативы можно воспользоваться онлайн-сервисами для создания анимированного, то есть движущегося контента, и озвучки. Наиболее простой способ разнообразить привычные нам презентации – это записать к ним звуковое сопровождение. Таким образом, информация будет усваиваться пользователям без необходимости чтения длинных текстов с экрана, а внимание будет приковано к визуальному ряду. Разные библиотеки имеют разное финансирование, а потому могут не иметь в своем арсенале специальных программ для записи звука. Однако существуют сервисы, как например Презентио, которые позволяют абсолютно бесплатно записать аудиосопровождение к вашей презентации. Для этого понадобится только загрузить в сервис уже готовую презентацию и иметь под рукой микрофон. Этот сервис записывает только ваш голос, не используя веб-камеру. По сути, это онлайн-реализация функции записи речевого сопровождения в Powerpoint. Желательно загружать презентации в формате PDF, потому что в формате PowerPoint сервис позволяет загрузить всего три файла в PDF сколько угодно. Здесь озвучивать можно не только презентации, но и отдельные фотографии, а также делать запись процесса рисования на белом экране, как на учительской доске. Также после загрузки презентации к каждому слайду можно подписать тот текст, который необходимо проговорить. Пользователь этот текст не увидит, он будет слышать его только в вашем исполнении, а вам будет удобно, что минимизирует ошибки в речи. Каждый записанный фрагмент можно прослушать и, если что-то не нравится, перезаписать заново. Поделиться итогами работы можно при помощи ссылки и кода для вставки, но если оформить платную подписку, озвученные презентации можно будет скачивать. Такая же функция есть и у сервиса Prezi, но его отличительной особенностью является необычная подача слайдов, так называемая летающая анимация. Слайды не просто сменяют друг друга с каким-то стандартным анимационным эффектом, а как бы перелетают от одной информации к другой вместе с пользователем. Сюда тоже можно импортировать готовые презентации Powerpoint, но тогда задавать нестандартную анимацию придется вручную. Сервис предлагает воспользоваться готовыми шаблонами, которые вы можете подстраивать под собственный вкус, меняя цветовое решение, шрифты и прочее. Обратите внимание, что при загрузке в сервис готовой презентации использованные в ней необычные шрифты могут смениться на стандартные. Это объясняется тем, что сервис их не поддерживает. Прокачав свои навыки работы с ресурсом, вы можете создавать летающие презентации с нуля, без шаблонов, основываясь только на своем материале. К сожалению, на бесплатном аккаунте можно создать не более трех презентаций, и, как и в предыдущем случае, отсутствует возможность скачивания. Пользователь может увидеть вашу работу по ссылке, но помните, что в итоге у вас получится не видео, а презентация, которую человек будет управлять самостоятельно. Хотя создавать видео этот сервис тоже позволяет. Прези видео подключается к вашей веб-камере и может записывать ролик в реальном времени. При этом вы можете заранее выбрать шаблон того, как будет выстроен ваш кадр, где будете находиться вы, а где все остальные элементы. На экран можно добавлять изображение и текст. По сути, вы создаете обычную презентацию, только фоном для нее будет видео с вашим участием. Во время записи можно переключаться между заранее созданными слайдами и читать текст из поля для комментария к слайду, что для зрителя будет незаметно. Во время записи вы будете видеть, как в данный момент выглядит ваш экран, что позволяет разнообразить картинку жестами, например, указанием на появившуюся в этот момент картинку или текст. Кстати, количество знаков для ввода текста строго ограничено, поэтому не стоит перегружать кадр текстовой информации. Лучше озвучить ее устно. Скачать готовое видео можно, опять же, по платной подписке, а бесплатно оно распространяется при помощи ссылки и кода. Завершаем сегодняшнюю тему знакомством с сервисом для создания видео с участием уникальных анимированных персонажей. Сервис Анимейкер позиционирует себя как платформа для начинающих профессионалов и далеких от дизайна людей, предназначенное для создания анимаций и видео к любому случаю и на любые темы. На главной странице представлено большое количество шаблонов, используя которые вы можете сделать собственное видео практически для любых целей и любой платформы, что особенно важно в связи с тем, что по большей части контент сейчас просматривается в основном с мобильных устройств, и для удобства воспроизведения ваше видео должно отвечать определенным требованиям. Отличительной особенностью данного ресурса является возможность введения в ваше видео одного или нескольких персонажей. Их можно выбрать из уже имеющихся образов или при помощи конструктора создать своего собственного, максимально похожего, например, на вас самих. Таким образом можно собрать маскота для своей библиотеки. Видео создается по принципу создания презентаций, поэтому работа с сервисом действительно доступна практически любому пользователю. Каждая сцена создается как отдельный слайд, а ее длительность и длительность проигрывания каждого элемента задается на монтажной ленте внизу страницы. Для каждой сцены можно выбрать фон из имеющейся в ресурсе коллекции, либо добавить свое собственное изображение. Все элементы дизайна выбираются в меню слева. Там же можно выбрать для каждой сцены одно или несколько движений персонажа и выражения его лица. Во вкладке эффекты можно добавить в сцену какой-нибудь анимированный эффект, например, чтобы в кадре шел снег. Заставить своего персонажа говорить можно тремя способами. Записать звук с микрофона, загрузить уже готовый файл с озвучкой или написать текст в окошечко, чтобы его озвучил искусственный интеллект. В последнем случае надо быть осторожнее, потому что искусственно сгенерированная речь не всегда правильная и звучит неестественная. Но если у вас нет возможности записать свой собственный голос, можно воспользоваться этой опцией. Во всех трех случаях сервис синхронизирует звук с движением губ персонажа. Также можно добавить эффект динамичной камеры, чтобы кадр не был слишком статичен и похож на презентацию. В сервисе есть возможность опубликовать готовое видео в соцсетях и различных платформах для размещения видео, а также отправить в мессенджерах и скачать в виде файла или гиф-анимации. Обратите внимание, что в углу кадра будет водяной знак анимейкера. Просмотр и восприятие информации он не мешает, а сервис таким образом получает дополнительную нативную рекламу. Удалить водяной знак можно только оформив платную подписку. Итак, мы рассмотрели несколько онлайн-сервисов, которые могут помочь вам в выставочной работе. Как вы могли убедиться, они достаточно просты в использовании и намного облегчают работу по дизайнерскому оформлению виртуальных выставок, а также предлагают для них новые интересные форматы. Разумеется, у каждого из рассмотренных в рамках нашей темы ресурсов существует множество аналогов, с которыми вы, возможно, столкнетесь в ходе работы и посчитаете более удобными и функциональными. Помните, что при выборе сервиса для создания виртуальной выставки правильного ответа нет. Главное – не бояться пробовать новое и экспериментировать с новыми технологиями. Благодарю за внимание и желаю удачи в работе. Продолжение следует...